Всем привет! Получил сегодня с Алиэкспресса вот такую вот коробочку в красивом, ярком, желтом пакетике. Это называется... Я заказал себе репитер для радиосвязи. Что такое репитер? Репитер это, так сказать, повторитель. То есть устройство, которое может увеличить дальность действия вашей радиостанции. Но не самой радиостанции, а уменьшить дальность приема за счет промежуточного звена, которое будет принимать сигнал от вашей рации и передавать дальше на другие. Так, в комплекте у нас идет вот такой вот красивый репитер Shurecom или Shurecom SR-112. Симплексный репитер-контроллер. Так, made in China. Все куплено на Алиэкспрессе. В комплекте идет кабель для питания. Идет адаптер 220 и, собственно, кабель, который подключается к радиостанции. Из всех функций, указанных в инструкции или описании к радиостанции, я буду пользоваться только одной функцией. Это, собственно, непосредственно самим репитером. Как подключить этот репитер? Очень просто. У вас есть Bofeng, ну, например, вот на примере 5R, вы подключаете кабель, который идет в комплекте сюда, вставляете его вниз-глазаде, подключаете питание и включаете в розетку. Внутри есть встроенная батарея, поэтому можно, не боясь, так скажем, не обязательно включать в розетку. Можно просто зарядить его, и он достаточно долго, по идее, около 12 часов должен держать заряд. И вот, когда я уже начал писать обзор, я обратил внимание, что этот девайс абсолютно не работает. Репитер абсолютно не работает. Я его подключил, как написано в инструкции. К радиостанции идет кабель и сюда вставлен джек. Здесь идет питание и кнопка включения. То есть, репитер сейчас заряжен. Я думал, что вопрос в зарядке, я его зарядил полностью. Пауэр вроде как мигает, но если включить радиостанцию на прием, ничего не происходит. Вы видите, ни один индикатор из этого не работает. И раз, два, три, четыре. Я не слышу себя. Это была самая большая проблема. Инструкцию я, конечно, изучил полностью. Особенно важен вот этот пункт, где сказано, что вставьте до конца. Вот как раз, когда я вставил до конца, ничего не происходит. То есть, он абсолютно мертвый. Это вот такая большая проблема, которая у меня случилась. Давайте же будем разбираться. Сейчас я разберусь, в чем проблема. И я вам расскажу. Если у вас произошло то же самое, вы получили из Китая такой вот репитер, и он не работает, как положено, не спешите отправлять его обратно в Китай. Я пересмотрел практически весь интернет, облазил, и я не мог понять, в чем же проблема. Оказалось, все просто. Значит, ну давайте теория в начале. Теория в начале такая, что дело в том, что раньше у меня был подобный репитер, репитер, и работал он отлично прямо из коробки. Но в последнее время, я так подозреваю, что вот этот кабель, который подсоединяется с Кенвуд разъемом, китайцы стали либо эта компания не сама делать, либо закупать, и не следить за качеством сборки, за качеством самого кабеля. Поэтому вопрос, как говорится, электроника – это наука о контактах, вот, я начал именно с проверки контактов. Значит, для начала нужно вскрыть этот репитер. Сейчас мы его открываем. Нам понадобится крестообразная отвертка. Всё. Теперь можно его открывать. Открывается очень аккуратно. Здесь у нас сразу видно, что стоит аккумулятор. И видно, я замигала что-то. Я, видно, я не нажал кнопку питания. То есть, нам нужно аккумулятор питания аккуратно вынуть отсюда. И вынуть саму плату. Вынимать надо аккуратно. Ну, видно сразу, что китайцы сделали так, что вот этот разъём, который под кабель, он немного придерживает даже плату. То есть, он упирается как бы в стенки. Поэтому мы можем так вот аккуратно его... Нет. Просто так не получится. Мы вынимаем плату. Вот у нас платка идёт этого репитера. Пайка вся чистая. Никаких нигде проблем нет с платой. Вот. Значит, что нам нужно вначале сделать? Вернее, я советую вам сделать. Это подключить, взять радиостанцию. Взять радиостанцию. Вот так вот. Включить её. Настроить одинаковые частоты. Вот. Там и здесь. На двух радиостанциях. Аккуратно подключить питание. И вот этот кабель. Вот этот кабель, да? То есть, видите, четыре контакта. Четыре контакта. Их аккуратно попасть именно на вот этот разъём. Так, чтобы каждый контакт встал на своё место. И вот теперь попробовать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, видите? Вот сейчас оно работает. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Всё отлично работает. Значит, проблема в том, что вот этот кабель, он до конца не входил вот сюда, в этот, в разъём. Просто до конца не входил. Для этого что нужно сделать? Ну, первое, выключить. Потом взять платку. Здесь я уже это сделал. Но стесать, видите, вот этот вот. Сейчас я покажу. Где там оно? Стесать, вот, снять полностью, чтобы получилось вот так. Где оно там? Стесать полностью вот эту часть пластмасски. И, кроме того, после того, как стесали, нужно сделать такой... Вот, расширить немножко, чтобы максимально этот кабель проходил внутрь. Плюс, обязательно на кабеле нужно снять ещё пару миллиметров. Получается вот такая вот. Вот так я его зачистил. Вот. И теперь... И теперь он входит до конца. Вот. И теперь он входит до конца. То есть, даже видно вот здесь вот конец штекера. Он уже показывается. Потому что, когда при покупке, он был вот примерно, наверное, вот так вот. Естественно, теперь всё работает. Сейчас я соберу это обратно. Ну, подключаем разъём уже до конца. То есть, вы видите, да, что разъём тут вот так вот уже. Я его полностью стесал. Можно включать до самого конца. И включаем кнопочкой. И проверяем, как оно работает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. One, two, three, four, five. Testing. Two, three, four, five. Testing. Вот. Теперь всё работает. И при нажатии на передачу радиостанции, то есть, приёме его сигнала, видно, что мигает здесь синий светодиод. Ну, это не получился, конечно, обзор этого репитера. У меня получился более, как его исправить. Но реально я потратил кучу времени, чтобы показать причину. Причину. Скорее всего, что стали делать хуже кабеля или другого производителя. И поэтому вот такая нестыковка. То есть, просто вот этот разъём не доходит до конца. Не занимаются все контактные вот эти вот элементы. Четыре контактных элемента. Надеюсь, вам будет полезно. Будут вопросы, пишите мне. Если нужен детальный обзор по репитеру, я с удовольствием его сделаю отдельно.